Южнокорейская марка Kia представила новую модель К4 2025 модельного года. Новый седан К4 оказался довольно сильно измененным по сравнению с Цирата или Форта, которые он заменит на рынке. Оснащенный эксклюзивными в своем сегменте технологиями вождения, а также двигателем с наддувом мощностью 190 лошадиных сил, доставляющим удовольствие от вождения. К4 выводит границы компактных седанов на новый уровень, как заявляют в компании. Мировую премьеру компактного седана нового поколения показали живьем, а хэтчбэк пока только анонсирован, у него впереди своя премьера. Пятидверный автомобиль имеет похожий дизайн передней и задней части, а также плавную элегантность седана добавили в Kia. Он получит те же варианты трансмиссии, что и у седана. Мы видим несколько очень интересных элементов в ярком дизайне. Передняя светотехника получила строгое исполнение. Задние фонари объединены длинной горизонтальной полосой, но основные блоки установлены вертикально. Третий объем в профиль у седана едва просматривается, но компания Kia утверждает, что это именно седан, то есть крышка багажника отделена от заднего стекла. В таком случае четырехдверный Kia K4 можно назвать фастбэком. Это частный случай седана с покатой кормой и без четко выраженного третьего объема. Ручки для задней двери были встроены в стойку, что придает седану сходство с купе. Базовый двигатель для Kia K4. Это двухлитровый бензиновый атмосферник, 149 лошадиных сил и 179 ньютон-метрокрутящего момента и сочетается с интеллектуальной вариаторной коробкой передач. Альтернатива подороже – 1,6-литровый бензиновый турбомотор, 193 лошадиных сил, 264 ньютон-метра в паре с восьмиступенчатым автоматом. Подрулевые лепестки переключения передач и спортивные педали дополняют спортивный пакет. Привод только передний. Задняя подвеска по умолчанию полузависимая с поперечной торсионной балкой. Эксклюзивной для моделей Kia K4 GT Line и GT Line Turbo является многорычажная задняя подвеска, которая повышает поперечную жесткость, обеспечивая более спортивный опыт вождения. В салоне установленный большой 30-дюймовый экран, объединяющий мультимедийную систему и приборную панель, а между ними расположился 5-дюймовый дисплей, заведующий микроклиматом. Также стандартными являются беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Беспроводные обновления и цифровой ключ Kia 2 с технологией сверхширокополосной связи. Kia обеспечивает современные возможности подключения и удобства. В стандартной версии установлен двухспицевый руль, а в GT Line – трехспицевый. Для салона предлагается несколько вариантов цветов. Обилие физических кнопок в интерьере, даже быстрый доступ к основным разделам мультимедийной системы и основные климатические настройки реализованы через физические клавиши под сенсорным экраном. Селектор коробки передач – это традиционный массивный рычаг на центральном тоннеле с фиксированными положениями. В общем, с точки зрения эргономики салон очень приятный и правильный. Модели GT Line оснащены подогревом передних сидений, вентиляцией сидений и функции памяти настроек водительского сидения доступны опционально. Также можно установить аудиосистему Harman Kardon. Как говорит Kia, задние пассажиры будут наслаждаться поездкой с лучшим в своем классе пространством для ног 96,5 сантиметров и лучшим в своем классе пространством для головы почти 95 сантиметров. Объем багажника невелик – всего 413 литров. Уходящий седан Kia Cerato имеет 433 литра. Помимо стильного дизайна и мощных двигателей, Kia ставит приоритет безопасности водителя и пассажиров. Уже в базовом оснащении Kia K4 щедро укомплектован системами пассивной и активной безопасности. Есть 8 подушек, включая боковые для задних пассажиров, и 11 разных электронных ассистентов водителя. К списку систем безопасности относятся помощь в удержании полосы движения, помощь в предотвращении столкновений спереди и предупреждении о перекрестном движении сзади, в том числе адаптивный круиз-контроль. В топовой комплектации ассистентов уже 29. В дополнение к стандартному GT Line доступен с системой предотвращения столкновений в слепых зонах и системой контроля слепых зон, которые предназначены для обнаружения транспортных средств, приближающиеся сзади и по соседним полосам движения. В различных обстоятельствах система может применить торможение, чтобы избежать потенциального столкновения. Несмотря на то, что К4 больше своего предшественника, его по-прежнему классифицируют как компактный седан. Имея длину 4709 мм и ширину 1850 мм, он является самым большим в своем сегменте. Диски от 17 до 18 дюймов в зависимости от комплектации. США, где состоялась премьера К4, будут главным рынком для южнокорейской новинки. Но вообще эта глобальная модель, в других странах и континентах она тоже появится. Предшественник нового К4 называется сразу тремя именами, в зависимости от рынка сбыта – Церата, Форта и К3. Пока остается загадкой стартовая цена К4. Базовая цена Киа Форта 2024 составляет 19 990 долларов. По всей вероятности цена К4 будет немного выше, но она должна оставаться ниже стартовой цены К5, которая в 2024 году составляет 26 745 долларов. Киа обещает сообщить подробную информацию о ценах и точной дате поступления в продажу ближе к дате старта продаж. Ожидается, что Киа К4 в 2025 году появится в дилерских центрах во второй половине 2024 года. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.